как я наблюдаю в мороз зимой честно говоря при таких минусовых температурах наблюдение еще не проводил продолжительные и сейчас уже минус 7 вот там виднеется вдали юпитер телескоп сейчас расскажу как тут утеплил ноутбук начнем по порядку телескопе уже видно изморозь это буквально за три часа так вот намерзла бленду самодельную из поролона как видите даже не пришлось привязывать потому что из-за холода держится скрученная была держится хорошо так здесь у нас острокамера дальше линза барлоу двухкратная к астрокамере накрутил еще в эйркут фильтр ADC корректор корректор атмосферной дисперсии сейчас съемками юпитера занимался отлично работает значит тут электроника розетки как видите накрыл коробкой из-под электроники а ноутбук сделал для него такой домик такой домик из картонной коробки здесь немножко еще утеплил вот это так сказать на скорую руку вот и под провода вырезал отверстие но конечно в идеале надо чтобы коробка была больше и горячий воздух который выходит из ноутбука согревал внутри коробки сам ноутбук и если допустим я отхожу я крышку закрыл вот эту от коробки и внутри ноутбук подогревается окуляры и разная мелочь у меня в таком сундучке очень удобная штука в каком плане открыл то что нужно быстро взял закрыл не запотевает росой внутри не покрывается и не намерзает в ноутбуке установлен ssd накопитель ssd накопители лучше выдерживают минусовую температуру если в ноутбуке hdd это может быть большая проблема если винчестер то на морозе он просто может выйти из строя это уже выяснилось многими и описано в интернете но рассказывают люди что и в сильный мороз до 20 работали и я рекомендую вам если занимаетесь съемками особенно луны и планет побольше объем ssd накопителя по той причине что вот у меня 200 гигабайт из которых система занимает с программами или даже 60 и вот я сейчас буквально за пару часов наснимал 100 с лишним гиг и вот соответственно наснимал воткнул флешечку пока чай попил перенастраиваю с юпитера сейчас буду на луну и в это время копирую на флешку или можно с собой флешки карты памяти или опять же внешние ssd накопители но вот неудобно ты теряешь время чтобы освободить место в ноутбуке прямо во время наблюдений приходится заниматься копированием на внешние источники поэтому ну я бы так сказал не меньше 500 гигабайт но аппетиты разные у всех вообще в идеале хотя бы или на 500 или на 1 терабайт ssd в ноутбуке чтоб на ночь съемок хватало точно и даже с запасом а 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 ы Субтитры создавал DimaTorzok Смотрите видео на канале, подписывайтесь на новые, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видеосюжеты и стримы. Всем удачи и теплый привет! Субтитры создавал DimaTorzok